Охрана труда Спасибо вам за ваш профессионализм и добросовестное отношение к работе. Сегодня, в этот праздничный день, вас поздравляют творческие коллективы города. Слово для поздравления предоставляет Александр Петрович. Сегодня от имени администрации хотелось бы выразить слова благодарности за сотрудничество по вопросам охраны труда Дельный директор 6-го филиала Фонда социального страхования Александра Георгиевича Борову. Вижу. Начальник Убийского отдела Государственной инспекции труда в Алтайском крае Юлии Ивановне. Координационному совету Организации профсоюзов города и лично его председателю Маргарите Борисовне. Я искренне желаю всем вам достойных безопасных условий труда, достойных зарплатных счастья и благополучия. Пусть все в вашей жизни, в вашей профессии складывается хорошо. Именно от этого зависит и здоровье, жизнь, работа, предприятия и организации всех профсоюзов. Спасибо вам за ваш труд. Праздник у вас. Слово для задания предоставляется председателю Координационного совета Организации профсоюзов города Маргарите Борисовне Карповой. Дорогие коллеги, я, наверное, тоже могу сказать это по праве, потому что профсоюзные организации, одно из основных направлений работы, это, конечно, работа по охране труда. Очень многое сделано и очень многое предстоит сделать. Этот год, вот этот день, вернее, Всемирный день охраны труда в этом году необычный. Почему необычный? Во-первых, взаобразный юбилей. Первый раз он праздновался в 2003 году, и в этом году 15 лет празднования вот этого дня. Во-вторых, тема молодых специалистов, молодых рабочих, тема года поднята впервые. И, наверное, это очень важно, это очень достойно, потому что молодые специалисты – это будущее нашей страны, каждого края города. Всемирный день охраны труда – это уже в 15-й раз. В четвертый раз проходит неделя охраны труда Всероссийская. И в Сочи у нас четвертый год проходит эта неделя охраны труда, где, кстати, первый год наш муниципалитет завоевал первое место как раз по охране труда. А вот у нас в Валдайском крае пошли дальше. У нас это месячник по охране труда, и мы работаем в этом направлении нисколько, не меньше, но, наверное, еще и дополнительно. У нас вчера традиционно прошел профсоюзный трамвай. Такая акция, в которой мы рассказываем не только о профсоюзах, но и о тех вопросах, которые они решают, и в том числе о работе по охране труда. Пользуясь случаем, я бы хотела сегодня поблагодарить трамвайное управление и его руководителя Елиасов Сергей Александрович. Наталья Николаевна Рубановская, представитель профсоюза РЖКХ. Наш государственный педагогический университет, студенты которого участвуют в проведении вот этой акции. Наверное, это очень здорово, когда не только вот здесь мы в этом зале слышим вопрос о охране труда, но и трамвае. Ну и в заключении, хотела бы пожелать вам успехов в работе и, конечно, здоровья и благополучия в вашей семье. Всего вам доброго. И сегодня хотелось бы торжественно вручить дипломы победителям и призерам конкурса. Вот уже более 10 лет в рамках Всемирного дня охраны труда традиционно проводится городской месячник безопасности труда, в рамках которого организован комплекс специализированных мероприятий по охране труда. Одним из таких мероприятий стало проведение ежегодного городского конкурса на лучшую организацию по охране труда за 2017 год. Заявки на конкурс поступили от 18 организаций. Подведение итогов конкурса проходило на заседании городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства. Первое место. Закрытое акционерное общество «Эвалар». Исполнительный директор Холунов Владимир Иванович, специалист по охране труда Писарева Людмила Дмитриевна. Второе место. Акционерное общество «Бискэнерго». Директор Мещеряков Борис Викторович, начальник отдела охраны труда и техники безопасности Лесных Александр Сергеевич. Третье место. Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай». Генеральный директор Дочилов Николай Егорович, начальник отдела охраны труда Литвинова Ганина Николаевна. Третье место. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения. Диплом получает Бузунова Людмила Андреевна, главный врач. Акционерное общество «Федеральный учреждение здравоохранения». Диплом получает Бузунова «Федеральный учреждение здравоохранения». Чем-то вода растает, что он растает жире, что он горя не знает. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне не много надо, хочу, что ты рядом, любви, но есть моя родная. Я желаю, чтобы все мы здоровы, и чтобы над вами свело солнце, йоркче, чем-то вода растает. Что он достанет жире, чтоб мы вряды знали, и чтоб ваши дела радовались. Солнце и красавицы, и смеются дети, и по рукам в руку, и дом с тобою рядом. И говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно было говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами свело солнце, йоркче, чем-то вода растает. Что он достанет жире, чтоб горя не знает.